Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правополе», совместный проект национальной телевидении и прокуратура Чувасской Республики. И я, и ведущий Альберт Петров. Тема сегодняшней передачи подсвечена вопросам борьбы с наркоманией. Анализ, сложившийся в последние годы наркоситуации в Чувасской Республике, показал, что распространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться острейшей проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потенциала, а также угрозы безопасности региона. Все чаще граждане потребляют дешевые наркотики, изготовленные в домашних условиях и имеющие усиленное пагубное воздействие на организм. Как уберечь себя и своих близких от страшных последствий наркомании? Какова ответственность за незаконный сбыт и приобретение наркотических средств склонения к их потреблению? Насколько важна активность самих граждан в вопросах борьбы с этим злом? И куда сообщить о фактах незаконного потребления наркотиков? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-расследовательной деятельностью прокуратуры Чувасской Республики Дмитрий Ардальонович Терлин. Здравствуйте, Дмитрий Ардальонович. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, исходя из анализа уголовных дел в Чувасской Республике, поскольку вы все-таки возглавляете отдел, который занимается надзором, в том числе и за расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, какие наркотики в Чувасской Республике чаще всего потребляют? И появляется ли новый вид наркотиков? Ну, спектр наркотиков, выявляемых по тем уголовным делам, которые расследуют прокуратурные органы Республики, он достаточно широкий. То есть есть, если их так можно назвать, классические виды наркотиков – это героин, марихуана, о которых, наверное, знает практически каждый обыватель. Есть синтетические наркотики – это так называемые спайсы, о которых мы узнали буквально последние 3-4 года. Это наркотики амфетаминовой группы. Большое распространение последние 2-3 года получил дизаморфин. То есть, в принципе, весь спектр наркотиков, они находят отражение в уголовных делах. Если обратить внимание на граждан, которые привлекаются к уголовной ответственности, на их социальный статус, все-таки это больше безработные граждане, либо какого-то другого социального статуса, как вот можете охарактеризовать? Ну, вообще, конечно, если брать весь спектр уголовных дел, то, конечно, люди привлекаются абсолютно разные. То есть, там есть и студенты, и работающие люди, и пенсионеры попадаются. Но если говорить уж о каком-то типичном портрете, скажем так, среднестатистическом лице, привлекаемом по уголовным делам, антинаркотическим, то есть, это мужчина, нигде не работающий, как правило, где-то в возрасте от 20 до где-то 40 лет. Вот типичный портрет. — Сколько преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было выявлено правоохранительными органами в этом году? И хотелось бы также уточнить, какие преступления чаще всего встречаются? — Ну, вообще, в текущем году выявлено 310 преступлений в связи с незаконным оборотом наркотиков. То есть, большая часть из них, соответственно, это преступления, связанные с их приобретением, хранением. Определённая часть преступлений — это факты сбыта наркотиков. В республике в последнее время, поскольку этому уделяется большое внимание, достаточно много фактов, выявленных организацией и наркопритонов. То есть, на сегодняшний день в республике уже только в текущем году выявлено 28 таких наркопритонов, которые в основном специализируют, скажем, на дезаморфине. То есть, это наркотик, который изготавливается в домашних условиях. То есть, буквально, как пример можно недавно привести, выявленным был организатор наркопритонов, который осуществлял свою деятельность в своей квартире по улице Промышленной города Чебоксары. И, опять-таки, благодаря тому, что вовремя бдительные соседи сообщили, то есть, было установлено, что в период середины июня, и с середины мая до начала июня, то есть, периодически к нему приходили его знакомые, в том числе и представители женского пола, и употребляли дезаморфин. То есть, в настоящее время по делу проводятся следствия. Насколько я знаю, сейчас усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков. Разъясните, пожалуйста, какие виды наказаний и за какие преступления предусмотрены уголовным кодексом именно за такие деяния? Ну, действительно, надо сказать, что наше государство, оно как бы проводит целенаправленную политику по усилению ответственности за все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. То есть, буквально совсем недавно данные наказания за практически весь спектр преступлений данных, они ужесточились. То есть, если начать, допустим, с незаконного хранения, приобретения, переработки наркотиков, то здесь, опять-таки, то есть, необходимо понимать, что наказание дифференцируется от размера. То есть, на сегодняшний день у нас в законодательстве предусмотрены размеры, начиная от значительного до особо крупного. При этом, просто за хранение наркотиков, то есть, в особо крупном размере, можно получить наказание до 15 лет лишения свободы. То есть, это достаточно жесткое наказание, которого раньше в уголовном кодексе не было. При этом, то есть, необходимо понимать, что, как бы, значительные размеры, крупные, особо крупные и так далее, они дифференцированы применительно к разному абсолютному виду наркотиков. То есть, здесь речь не идет о том, что обязательно должны изыматься какие-то килограммы, огромные массы. То есть, есть ряд наркотиков, для которых значительный размер начинается там с тысячной доли грамма. То есть, представляете, это практически вооруженным взглядом тяжело рассмотреть. Хотя, здесь необходимо, конечно, отметить, что, если вот мы ведем речь о преступлениях, связанных именно с хранением наркотиков, то есть, приобретением и хранением у себя дома без цели сбыта, то государство, несмотря на всю жесткость наказания, которая существует, оно всегда дает шанс, как бы, человеку одуматься. Если человек добровольно приходит в правоохранительные органы и сообщает о том, что вот он хранит наркотические вещества какие-то дома, сдает их добровольно и сообщает информацию о вообще месте их приобретения и способствует таким образом пресечению вообще преступлений таких, то он освобождается от уголовной ответственности за хранение. Существует ответственность просто за склонение к потреблению наркотических средств. Есть, значит, вот по тем же притонам, о которых я говорил выше, то есть, за них, соответственно, тоже есть уголовная ответственность до 4 лет. Отдельная статья, да? Конечно, да, это специальная статья за организацию и содержание наркопритона и ответственность 4 года, если это совершается группа лиц, до 6 лет. Отдельно, конечно, необходимо отметить это факты сбыта наркотиков. Здесь, как бы, законодательство наиболее жесткую позицию занимает, поскольку это наиболее опасное преступление. Здесь в качестве нововведения можно, допустим, сказать, что сейчас введен такой квалифицирующий признак, как сбыт с использованием средств массовой информации либо коммуникационных систем, но прежде всего интернета. То есть, за просто сбыть наркотик с использованием того же интернета можно получить до 12 лет лишения свободы. В целом, вот все вот эти изменения, они все у нас вступили в законную силу с 1 января 2013 года. И вот, как бы, у них, кстати, необходимо отметить, что впервые на сегодняшний день у нас предусмотрено пожененное наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере, чего раньше в уголовном кодексе не было. Вот вы упомянули о том, что сейчас имеет место, к сожалению, распространение наркопритонов именно с использованием дезаморфина. Что за такой страшный наркотик дезаморфин? Вот каковы последствия применения? Вы можете вот сказать несколько слов буквально? Ну, дезаморфин вообще впервые, он появился на территории республики. У нас факты были зафиксированы в 2010 году. В чем главная опасность данного наркотика? Вообще, дезаморфин, как наркотик, изготавливается из группы лекарственных препаратов, КДН-содержащих, которые можно купить в любой аптеке. То есть, вы покупаете определенный набор лекарств у себя дома с помощью нехитрых приспособлений, изготавливаете этот наркотик дезаморфин. А по своим свойствам этот наркотик, он относится к наиболее, как можно сказать, грязным наркотикам. То есть, фактически, после какого-то небольшого периода его систематического употребления, человек начинает, фактически гнить он начинает. То есть, очень страшно, и борьбу мы с этим ведем, поэтому достаточно часто у нас эти притоны выявляются. А вот в 2012 году, насколько я знаю, был запрет на реализацию КДН-содержащих препаратов без рецепта. Но, тем не менее, статистика показывает, к сожалению, и тот случай, о котором мы сейчас рассказали, что, к сожалению, дезаморфин имеет широкое распространение в Чувасской Республике. Как это получается? Нет, ну аптеки, это, конечно, реализовывать его право имеют, только вопрос сейчас стоит в том, что ограничено общее количество упаковок, лекарства, которые может выдаваться одного конкретному человеку, и для этого необходим рецепт. Но мы должны понимать, что все-таки эти же лекарства, они остаются в легальном обороте. Те же КДН-содержащие препараты, они же нужны людям просто для лечения. И аптеки, у нас ведь должны понимать, что это коммерческие организации, которые занимаются извлечением прибыли. И закон, ведь он нужен не только для того, чтобы запретить. К сожалению, есть случаи, когда пытаются, и в том числе наши аптечные учреждения, обойти эти законы. Только в текущем году наркоконтроль у нас постоянно проводит мероприятия, связанные с проверкой именно аптечных учреждений на соблюдение законодательства по ограниченному отпуску КДН-содержащих препаратов. В данном году три аптеки было выявлено. Но это ведь кроме еще тех случаев, мы должны понимать, что имеют факты приобретения лекарств, может быть, типа, законополученные в рецептах, потом они идут на изготовление деморфии. Опять же через кого-то, да? Может быть, и подделка этих рецептов. То есть, конечно, мы ограничили, это дает определенные плоды, но пока победить полностью мы это не можем. Хотелось бы более остановиться подробно на курительных смесях. В 2009 году Россия практически заклеснула волна от именно потребления курительных смесей, потому что они, в принципе, не были еще включены в список наркотических веществ. Утреизионного построения правительства Российской Федерации, подлежащих контролю. И фактически безнаказанно продавали эти курительные смеси, хотя по своему пагубному воздействию они, естественно, были такие же, как и наркотические средства. Лишь совсем, как бы, относительно недавно эти курительные смеси внесли в этот список. И, тем не менее, насколько я знаю, продолжает распространение практика распространения курительных смесей, но имеющие различные уже отличные формулы и, соответственно, не подпадающие в этот список, хотя также имеющие, как бы, сильнейшее воздействие пагубное на организм человека. Как вот в этой ситуации осуществляется борьба вот с подобным злом? Ну, действительно, в 2009 году, когда вот эти курительные смеси, они вообще появились по всей стране, они же, как бы, появились не только ведь у нас в Чувашии, а по всей России, они, то есть, получили достаточно широкое распространение. И перед этой проблемой, то есть, вся система правоохранительная тогда достаточно серьезная эта проблема была, генеральным прокурором у нас был издан даже отдельный приказ именно по борьбе не просто с наркотическими, а именно с курительными смесями, запрещенными в обороте. Действительно, проблема с курительными смесями, она стоит в чем? Если мы возьмем, допустим, героин, то, как бы, героин он есть, его химическая формула известна, как бы, он запрещен, и проблем нет. А курительные смеси, это ведь мы говорим о том, что курительные смеси или спайсы, а их на сегодняшний день сотни разновидностей. Каждый день, то есть, мы запрещаем одни, появляются новые. Запрещаем новые, появляются другие. Причем, слегка меняется химическая формула, и фактически вещество другое. А мы должны понимать, что для того, чтобы запретить, необходимо внесение изменений в постановление правительства, которое утверждает как раз список вот этих наркотических и психотропных веществ. Действительно, в 2009 году определенная проблема с этим была. На сегодняшний день я могу сказать, что вот этот механизм выявления и включения список, он сейчас достаточно отработан по всей России. То есть, если какая-то новая курительная смесь появляется, ее сразу проверяют на предмет того, что вот ее пагубного воздействия на человека, соответственно, после этого сразу же вносится через госнаркоконтроль, через московское, то есть, главное подразделение, предложение в правительстве, изменения достаточно оперативно принимаются. У нас, допустим, в республике, то есть, когда, скажем так, не так все это быстро происходило, у нас была практика, что за сбыт курительных смесей мы привлекали и по статье 238 Уголовного кодекса, это оказание, то есть, продажа товаров, не отвечающих требованиям жизни и здоровья человека. То есть, действительно, такая статья есть, мы стараемся, как бы, бороться и таким образом. Кстати, аналогичная ситуация в текущем году была и с, так называемой, закисью азота, то есть, это все, наверное, видели по телевизору, показывали по всей России, когда начали в ночных клубах продавать вот эти вот воздушные шарики с наполненных в нем газом, это закисью азота, которая используется либо в пищевой промышленности, либо в медицинской для анестезии. То есть, люди там на 10 минут, то есть, скажем так, впадали вот в такое одурманивающее состояние. То есть, также мы, наркоконтроль совместно с МВД, у нас они провели определенные рейды, то есть, были выявлены факты там, где действительно происходил сбыт вот этих вот закисей азота, и было возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса, человек привлечен к ответственности. Скажите, а что делают с изъятыми наркотиками в рамках расследования уголовных дел? Неужели они повторно попадают в обороты? Я думаю, что нет. Нет, конечно, есть определенные правила хранения, вещественные доказательства, то есть, применительно к наркотикам, естественно, они изымаются, проводят с ними экспертные исследования, после этого они определенным образом упаковываются и хранятся в камере вещественных доказательств, то есть, того следственного органа, который расследует конкретное уголовное дело. И, соответственно, после того, как выносится приговор, он вступает в законную силу, данный наркотик обязательно уничтожается. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Под усиленной охраной наркополицейских опечатанный груз доставляют к месту ликвидации. В пакетах, конвертах, коробках не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. В этот раз в огне сгорели вещественные доказательства по 30 приговорам, которые уже вступили в законную силу. По приемному желобу вредный груз поступает вот в эту печь. Температура горения в печи – 1000 градусов. За несколько минут в ней от наркотиков ничего не остается. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скрубере. Поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. За 10 лет управлением уничтожено более 200 килограммов наркотиков. Из них гашиша более 8 килограмм. Героина более 6 килограмм. Маковые соломы более 100 килограммов. Более 90% героина на территорию Российской Федерации, в том числе на территории Чувашской Республики, идет из Афганистана. Синтетические наркотики в нашу республику поступают из таких больших городов, как Санкт-Петербург, Москва и так далее. Сейчас появляются все новые и новые виды наркотиков. Практически каждый день черные химики изготавливают новые формулы. В прошлом году таких веществ только на территории Чувашской Республики было обнаружено 19. И в этом году уже появляются новые и новые вещества, не включенные пока еще в список запрещенных на территории Российской Федерации. Федеральная служба не стоит на месте. Федеральная служба создана специальное подразделение по законотворческой инициативе. И в течение буквально двух недель новые вещества вносятся в список запрещенных. Согласитесь, выявлять преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, это достаточно сложно. То есть необходимо проводить оперативные мероприятия, устанавливать факты потребления, факты в том числе устанавливать каналы сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Нужен источник информации. Вот возникает вопрос, насколько активно гражданское общество, вот наше гражданское общество в вопросе как раз-таки борьбы с наркоманией. А информируют ли они правоохранительные органы о фактах потребления наркотических средств, о наркопритонах? Ну, безусловно, сигналы от граждан не поступают. То есть, естественно, та информация, которая получается правоохранительными оперативными органами, она во многом в том числе исходит и от граждан. Но все-таки необходимо понимать, что не всегда, как бы, ну, не все граждане сознательно к этому относятся. То есть кто-то не хочет лишний раз связываться с органами, кто-то боится, что вот он что-то сообщит и потом его затаскают по милиции, там госнарк контроль, да, действительно такие факты есть. Хотя, конечно, мы должны понимать, что без помощи граждан бороться с этим очень тяжело. Но поскольку общество развивается, то есть мы должны понимать, что те случаи, когда один звонил другому, говорил, я хочу у тебя купить наркотики, они там встречались из рук в руки, передавали деньги и забирали наркотики, они, к сожалению, практически, в практике встречаются крайне редко. Сейчас наркобизнес – это четко отлаженный механизм, то есть практически живого общения не бывает, то есть вся переписка идет через интернет, через какие-то электронные ящики, смс-сообщения. А тогда возникает вопрос, куда можно обратиться к гражданам, если вдруг они обнаружат, что в их, например, доме есть наркопритон, да, в их доме потребляют наркотики. Как и грамотно им обратиться и в какие проходят органы, прежде всего? Ну, вообще у нас выявлениями расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков занимаются два органа. Это специализированный орган, это управление госнаркоконтролем, основной целью как раз которого является выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме этого, этой же проблемой занимается и Министерство внутренних дел. На сегодняшний день, то есть как бы, если у вас есть какая-то информация, то есть вы в любой момент можете ее сообщить по телефону доверия, который существует в управлении госнаркоконтролем. Это 23-01-00. Элементарно, это можно позвонить, конечно, и по телефону 02. Любое сообщение, в том числе и анонимное, можно отправить по почте, по электронной почте, все реквизиты, которые они в сети интернет есть. На сегодняшний день в прокуратуре республики мы как раз проводим месячник, связанный с противодействием незаконного оборота наркотиков. У нас открыта на сегодняшний день горячая линия, два телефона, это 62-48-49, по которому вы можете звонить в любое время, в том числе в ночное. Есть также телефон 39-20-12, то есть по нему также можете звонить. И любую вашу информацию, даже если вы хотите, чтобы она была анонимной, она будет принята, она будет проверена. Потому что, понимаете, без помощи граждан, без помощи граждан противодействовать незаконному обороту наркотиков очень тяжело. Очень тяжело. И опять-таки, хотелось бы обратить опять людей, если вы видите, что у вас, скажем так, характерные признаки того, что возможно потреблять наркотики в вашем подъезде, в соседней квартире. А вот какие признаки могут быть? Ну, элементарно, допустим, это те же самые разбросанные шприцы. Допустим, если вы видите, что те же самые упаковки из-под этих коденосодержащих препаратов, они валяются у вас там в подъезде. Стойкий запах химических веществ, бензина, если он стоит в подъезде, это уже практически большой признак того, что в какой-то из ваших квартир на самом деле есть притон, в котором изготавливают тот же самый дизаморфин. Поэтому надо об этих случаях сообщать, они все будут проверяться. Ну, нужно обращать внимание на жильцов тоже, так? На их состояние, на тех людей, которые к ним приходят, в каком они состоянии приходят, да? Конечно, конечно. Уважаемые телезрители, в ходе передачи мы затронули по большей части именно юридические аспекты этой проблемы борьбы с наркоманией. Но все мы прекрасно знаем, что для решения этой проблемы важно оказание своевременной медицинской помощи. И далее в программе мы хотели бы показать мнение врача, психиатра Булгина Ирины Евгеньевны, который у нас работает в Республиканском наркологическом диспансере. Пожалуйста. Токсические вещества иногда более имеют высокий наркогенный потенциал, чем вещество, которое включено в перечень наркотических веществ. Это и те же самые курительные смеси, в состав которых входят вещества, которые не включены в перечень наркотических веществ. То есть сегодня используются любые химические вещества, которые оказывают одурманивающее действие. Но их не успели включить в перечень наркотических. За 5 минут, даже за менее короткий промежуток времени, можно получить от применения токсических и наркотических веществ намного сильнее последствий и осложнение, чем от серьезной черепно-мозговой травмы. К вам обращаются различные граждане, которые имеют проблемы с потреблением наркотиков. Они обращаются своевременно или, как правило, уже... Вы знаете, это беда наркологической службы. У нас сегодня лечение добровольное. То есть мы никуда, никому, ни о чем не сообщаем, если лицо приходит на лечение. Но, к сожалению, 1985 год, когда была репрессивная наркология, оставил след в нашей памяти. И очень многие люди боятся постановки на учет. На сегодняшний день помощь в наркологии оказывается на основе информированного добровольного согласия. И на наркологическую службу распространяются все нормативные акты и законы, которые регламентируют деятельность оказания медицинской помощи. То есть это и закон о психиатрической помощи, и федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. И информация об этих лицах никуда не уходит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. И еще, уж если люди очень боятся, ну, статус не позволяет, у нас есть анонимное лечение, когда пациент может подойти к доктору и пройти курс избавления от наркотической зависимости на анонимной основе. Когда мы обращаемся к специалисту, то есть должно быть обязательно лицензии на оказание помощи по профилю психиатрии и наркологии, обязательно сертификат специалиста для того, чтобы не попасть в просак. К сожалению, сегодня нечистые на руке люди, даже, может быть, не всегда имеющие отношение к медицине, дают такие объявления, и возникают очень серьезные проблемы. То есть человек разочаровывается в каких-либо методах. То есть сегодня, когда указывается объявление, нужно обязательно четко смотреть, есть ли лицензия. У нас сегодня в Республике лицензии на оказание наркологической помощи специализированно лицам, страдающим наркотической зависимостью, оказывает только БУ, республиканский наркологический диспансер, со всеми его подразделениями. Лицензии на оказание лечебной помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью, в частных структурах нет. У всех лицензий за исключением лиц, страдающих наркотической зависимостью. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Иногда просто диву даешься, то по фотографии закодируй, то еще что-то. То есть это наивность, и нельзя верить в чудеса. Спасибо за подождение столь важной темы. Искренне вам желаю успехов в указанном направлении деятельности, который является, конечно же, непростым. А еще раз напоминаю, что с нами был в студии начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-расследовательной деятельности прокуратуры Чувасской Республики Дмитрий Ордальонович Телин. Завершая передачу, мне хотелось бы привести слова известного писателя Бруна Ясенского. Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают и не предают. Но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Проблема борьбы с наркоманией требует повышенного внимания не только со стороны правительных органов, но и каждого из нас. Именно от нас с вами зависит здоровье нации, здоровье будущего поколения, законность и правопорядок в обществе. Уважаемые телезрители, если у вас возникли неразрешимые проблемы, требующие защиты нарушенных прав, вы можете обратиться к нам в передачу по адресу город Чебоксары, улица Композитор Воробьевых, дом 10, или по электронной почте по адресу tvsobachka.nrk21.ru непременно с пометкой «Правое поле». Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова